МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые жители и гости города МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем матч реван! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, сегодня мы будем смотреться в матчу в World Series of Boxing WSB. Добрый вечер, дамы и господа, узбекистан, профессиональный боксинг клуб, узбек тайгерс, и в последние сезон чемпионы Астана-Арландс-Казахстан боксинг. Добрый вечер, дамы и господа, дамы и господа! Добрый вечер, дамы и господа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые любители бокса. Телеканал Хабар вещает в прямом эфире из Ускименогорска, где проходит заключительный матч в группе Т международного турнира всемирной серии бокса между лидерами группы Астана-Арландс и узбекские тигры. Да-да, битва волков и тигров. Так можно назвать этот поединок реванш. Напомню, что 27 февраля Астана-Арландс потерпел обидное поражение в Ташкенте от узбекских тигров со счетом 1-4. Ну, а главный тренер Зурлана Курпеков пообещал взять реванш в ответом поединке. Вот он на ваших экранах. Отличная погода в Ускименогорске на улице плюс 7 градусов тепла. Удобнее усаживайтесь перед своими телевизорами. Нас ожидает интереснейший вечер бокса. Дережесінде Азат Махмедов пен Аброржан Кадырып. Шығады, одан соң 69-гел салмақта Асланбек Шымбергенов пен Махмуд Гайипов. Содан соң 81-гелде Арман Рыспек пен Шухрат Абдуллаев. Және 91-гелден жоғары салмақ дережесінде Қамшбек Конкапаев пен Мұржо Ходжан Абдуллаев. Бүгінді кеште кім женіпазекен анықтайтын болады. Ал, алпы түкел салмақ дережесінде сыңға түсігерек болған Закир Сафиулинз. Отбасылық жақтайына байланысты. Бүгін ғана бұл жек-бұжектен босатылған болады. Ал, оның орынна шығу керек болған Нұрдаулет Ибрагимов өзгеменге жетіп үлгірмей қалп. Я, үкінші көрай, бұрыпай осылайша өзбек бокшыларының еңшіне жазылған шайы бар. Дегенмен, қапаламбаймыз себебі біз өз арнамдарымызға, өз бокшыларымызға. Бүгін әлемдік бокс сериясының екі дүргін чемпиондарына сенеміз. Себебі, ұған дейінбіз өзбекстан астанасы қашкен төптен кезесуде 4-те бір есепмен. Ойсырай женілген боладың біз. Осы кезесу алдында командының баспақты керен Нұрлан Ағыр Бекіп, бүгін қалайда есе қайтаруымыз керек теген боладың. Олай болса, бүгін біз өз арнамдарымыздан тек қана женіз күтеміз. Өзбек боксшыларымен жолымыз дәл қазіргі таңда тек қана ғыкіл әлемдік бокс сериясы аясындағына түйісіп жатқан жоқ. Сонда яқы қалысқа бармайық, бүгін мәресіне жететін қытайдағы қалқаралық турнирдің финалында. 81-гелді сынғасы кен әдіпек ниясын бетіп, өзбек боксшы үлшот Расулыққа есе жүргені белгілі. Сонда яқы қалысқа бармайық, бүгін мәресіне жазылғанымен қалған екі рауын спортысы бойынша төрешілер. Елшотты женгімпіздеп, женгімпаздеп тауқты алайда ұлттық қраманың баспаттері Мұрзағали Айтышанов. Кезетің ниязын бетіптің байдасына жазылу көрек болатын деген түрде. Дегенмен әзілбек үшін есе ғайдырады мүмкіндік бүгін Иван Течкоға тұлқыр. Аталмыш тұданың ақтық сынымда біздің қолағаймыз өзбектің алық денелі боксысы бақатыр жалалы ұқпен сыңға түспет. Демек бүгінгі кешке қазар және өзбек боксысының бәсекесі деп айдар тақтақ. Айдар тақсақ артық болмайтындай. Кімнің асыға алшынан сөйтінің, сіз бен біз түкелей екерде анықтайтын боламыз. Ал енді біз бүгінгі бүгін әлемдік бокс сериясы аясында өз кеменде тұңғы жүрет өтіп жатқан бұндай додаға жанкерлердің жиналып жек-бүжек спорт кешен, ауызымырна шейін толтырып отырған байқап отырмыз жанкерлердің көңілгі керемет. Себебі бокс әлемінде өзбек боксшылары мен қазақ боксшыларының текетіресі қашанда тарты төткен бұл кезде сөйлер. Кез келген жанкердің делебесінің қоздыратыны анық болай болса, сіз бен біз бүгін женістен үмітті болайын. Кезін үмітті әлемінде қазақ бұл кезде сөйлік қазақ бұл көріп әлемінде қазақ бұл кезде сөйлердің қазақ бұл кезде сөйлердің. Национальная сборная и досталась от зрителей, в соцсетях, от фанатов досталась всем боксерам и тренерам. Единственные, кто избежал критики в адрес, в свой адрес, это Мирим Нусултанов, который в Сашкенте принес нашей команде победу. Эта победа была единственная. Сегодня Толкин Клышев, наставник команды «Астана-Орландс», четко заявил о том, что команда прибыла в Ускореногорск только за победой. Очень высокие, очень сильные амбиции у этой команды в шестом сезоне всемирной серии бокса. Чемпион Азии и непобежденный боец WSB Касамбой Дусматов после победы над Тимирдасом Дусуповым и вовсе заявил, что и команда должна биться за победу всемирной серии бокса. И у «Тигров» есть ресурсы для этого, считает Бусматов. Что ж, можем сказать только развести руками. Узбекские «Тигры» дебютант шестого сезона международного турнира, но очень дерзко так ворвалась команда в этот турнир и уже в первый год заявляет о своих чемпионских амбициях. В данном ринге вышел узбекский боксер Абражон Хатиров. Сейчас мы ждем выход нашего казахстанского боксера Азата Махметова. Нас ожидает поединок на величайшем весе до 52 килограммов. Вот, на ваших экранах Азат Махметов. 24 года этому боксеру. Являет и чемпионом Казахстана 2015 года. В целом, можно сказать, что Хадиров, это боксер, тоже молодой, ему 21 год. Он является чемпионом Азат Махметова и финалистом международных турниров. В целом, можно еще добавить, что Курпеков заявил, что в сегодняшнем вечере примут участие боксеры, которые являются победителями республиканской спартакеады. Они являются вторыми номерами страны в своих весовых категориях. Получают указания от российского арбитра Владислава Малышева. Основная публика очень бурно поддерживает нашего боксера. Я напомню, что Астана Арланд впервые проводит домашний поединок в этом городе. Я напомню, что в шестом сезоне всемирной серии бокса Астана Арланд решил проводить свои поединки в регионах. В прошлый раз последний домашний поединок с командой Порто-Рико Астана Арланд провел в городе Петропавловск, где наша команда одержала убедительную победу. Очень уютный зал в Ускаменогорске. Дворец единоборств Джек-Пи-Джек построен буквально несколько лет назад. Очень уютный зал и как раз таки очень подходит для вот таких мероприятий, как бокс. Ажиотаж наблюдается. Аншлаг наблюдается во дворце Ниноборств. Очень так активно начали боксеры. Первый раунд. Напомню, что очень-очень сильная команда из Ташкента. Боксеры уже имеют преимущество ввиду неявки на поединок упытнейшего боксера Закира Софиулина. Тренер, прошу прощения, диктор, вечера сообщил о том, что Закир Софиулин по жительным, семейным обстоятельствам вынужден был покинуть расположение команды. Заявленный боксер Бабдаулет Ибрагимов не смог прибыть в Ускаменогорск. И поединок в весе, в легком весе до 60 килограммов с Эльмиромом Друимовым не состоится. Об этом уже было объявлено в самом начале поединка. В следующем вечере, таким образом, команда Узбекские тигры уже ведет с счетом 1-0. Это является неприятным таким моментом для наших, для любителей бокса, для нашей команды. Тем не менее, очень-очень активно поддерживают любители, пришедшие на зритель, пришедшие зрители. На каждый удар нашего боксера публика реагирует очень и очень бурно. Назад, молодец, взорванный. Узбек не дал поражену начать действовать первым номером. Как раз-таки в Ташкенте мы наблюдали, как узбекские боксеры очень... Они так сразу нахрапом, так сразу убрали наших боксеров с первых раундов. Не оставляли абсолютно никаких шансов нашим боксерам. Пропустил удар сейчас Азад. Интересный поединок кладывается. Так вот... Узбекские тигры в Ташкенте специалисты у своей руки и по таким давлением наши боксеры в Ташкенте не удержали этот натиск хозяев. И начали сразу уступать. Вот такая же тактика сейчас наблюдается и у узбекских тигров в Устинногорске. Наши боксеры это понимают, стараются давать бой. Сильному сопернику, да, ведет наш боксер по итогам первого раунда. Со счетом 10-9 все судьи отдают припочтение нашему боксеру по итогам первого раунда. Давайте посмотрим второй раунд. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 игр среди военнослужащих но является чемпионом всемирной серии бокса имеет в своем активе шинбергенов 4 поединка объясняю сейчас не узбекскому боксеру судья не только имеет хорошую статистику шинбергена всемирная серия бокса из четырех поединков в одном из основе это потерпел поражение боксер маэстро габриэль упущен боксер победу над нашим боксером ну чтож я мог бы можно записать второй раунд в актив нашему боксеру ну на мой взгляд на первой визуале взгляд пропускает гаипов удары весьма серьезные удары сейчас смотрим и также ведет шинбергенов после второго раунда в счете нравится мне настрой наших боксеров молодцы-молодцы здорово жаль что мы не увидели поединок весовой категории до 60 килограммов и очень хотелось увидеть деле ильнура дураимова этнический казах выступает за узбекских тигров наш боксер сегодня просто здорово действует у нас ассанбек дайл-газыр капкерлерінен Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дэл бұлтырғыда Кандайярекет жасау керекен өзіде дөтбас Айталмай шығар Дегенмен Шеттайын Көзбекбөк үшіннен Сол голы Асыламдеттің қабағына Тек бетігер табынан көрігі отырмыз Мен мина жаңақы бір сәтті Жаңақ бір сәтті Мау Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Он должен присоединиться в качестве эксперта известный боксер. Рустам Ргибаев должен присоединиться к нам в качестве эксперта. Хотелось бы отметить, насколько первые минуты первого раунда Арман начал активно этот поединок. В дальнейшем несколько активные его действия приостановились. Здесь пропускает серьезные удары Дулаев. Ведет по итогам первого раунда Арман Рызбек. Все судьи отдают своей симпатии Арману. Начинается второй раунд этого поединка. И опять мы видим ситуацию, как Арман начинает. Только гонг прозвучал и сразу начинает. Сразу прилагает такой высокий темп. Правый прощупывает, левый бьет. В целом я бы хотел отметить, что... Пока в равном таком... В равном проходит противостояние этот поединок. Второй раунд. Айбек, ему отдают с предпочтения. Айбек, ему отдают. Айбек. C'JPF. В целом я бы хотел. Много рада будет. НОГДАУНСКИ ГОСВИСТИН Айбек. ГОСВИСТИН КОСВИСТИН Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну, и по итогам четвертого раунда разбег ведет в счете над Абдулаевым. Судьи отдают предпочтение нашему боксеру. Все пока складывается как надо. Радует, что наши боксеры не опустили рук после того, как поднимок в легком весе не состоялся. Однако наши боксеры смогли выровнять положение и склонить чашу равновесия в свою пользу. Да, пятый раунд начинается. Если ничего такого, как сказать, ординарного не произойдет, то Арман одержит победу. Верим, верим мы нашего дебютанта. Я повторюсь, что дебютанты очень неплохо дебютируют в этом сезоне за команду Астана-Орландс. Если раньше такой возможности, можно сказать, не было. Редко как-то доверяли молодым боксерам, чаще больше проверенным бойцам. Легионеры здорово уступали за команду Астана-Орландс. То в этом году, когда первые номера сосредоточились на выступлениях и подготовке в составе национальной сборной Казахстана, вот такие вот боксеры получили дорогу в всемирную серию бокса и показывают неплохой результат. Арман? Этот год у нас олимпийский. Один из лидеров клуба всемирной серии бокса в своей весовой категории Василий Левит, завоевавший олимпийскую лицензию через WSB. Также готовится в составе олимпийской сборной Казахстана. Нурлана Курпетов неплохую работу проводит в шестом сезоне всемирной серии бокса. Серик Сапиев, оценивая шансы Армана Рызбека, заявил, что, несмотря на то, что Армана нет в национальной сборной, заметно по тренировкам, что парень очень серьезно подходил к своему делу. Верит Сапиев в Рызбека, верит, что он выдержит пять раундов. Верим в Рызбека и мы. Верят мускминогорские болельщики. Видим, насколько эмоционально, бурно переживает дворец единоборств за выступлениями боксеров команды СНР Ланс. Честно сказать, ничем не удивил Абдулаев в этом поединке. Часто видели мы его от обороны действующим. Если Арман Рызбека с первых минут первого раунда начал очень активно наносить удары один за другим, то Абдулаев ничем не запомнился. Не настроился должным образом боксер на этот поединок. Хотя у Абдулаева есть отличный шанс сравнять счет в этом поединке. Очень близок к победе Арман Рызбека в этом поединке. Если сейчас Арман одержит победу, то по итогам сегодняшнего вечера команда СНР Ланс одержит победу над командой узбекских тигров. Узбекские тигры неплохо начали выступление в шестом сезоне. Все матчи дома они выигрывают уверенно, с крупным счетом. Однако есть поражение на выезде в Баку, о чем я уже говорил в начале нашей трансляции. Ждем решения судей, как оно сейчас будет на протоколах, как проголосуют рефери. Мы узнаем буквально через несколько секунд. Снимает перчатки Абдулаев. В синем углу ринга. Арман Рызбек уже давно готов. Затаил дыхание зал. Начинает скандировать Казахстан. Ждем решения судей. Давайте послушаем. Поздравляем. Поздравляем любителей бокса. Поздравляем любителей Астана Арман с этой победой. Арман Рызбек. С уверенным счетом 3-0. Одерживает победу над Шукатом Абдулаевым. Давайте признаемся. Шукат Абдулаев пассивно действовал в этом поединке. Все время стоял. Тоборовно действовал. Арман сразу показал свой настрой. Он сразу показал, что хоть и на дебютант, он не намерен сдаваться. И принес эту важную победу в принципиальнейшем поединке в Усть-Каменогорске. Астана Арманс ведет со счетом 3-1. Астана Арманс уже одержал победу в этом поединке. Дурлана Курпеков обещал взять реванш. Дурлана Курпеков держал свое обещание. Браво команда Астана Арманс. Молодцы. Собрать всю волю в кулак. После того, как Закир Сафиуллин по выжитной причине не смог принять участие в этом поединке. Здорово. Я очень рад этой победе. И поздравляю вас с этой победой. Айбек, я тебя также поздравляю с этой красивой победой команды Астана Арландс. Рахмет Асхат, күрметті жанкерлер, бізде сіздерді бүгінгі Астан Арландарының жарқын женгісімен пұттықстаймыз. Бұл женгісі бізге арман, рүспект. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаТorzok ДимаTorzok ДимаTorzok против узбекских «Тигров» мы ведем со счетом, получается, 3-1 сейчас. И нам нужна победа в этом бою, чтобы выйти с первого места. Да, я вот хотел бы сделать объявление, что ввиду неявки нашего боксера всемирная серия бокса присудила поражение. И минус 1 очко сейчас в копилке нашей команды. И поэтому нашей команде необходимо одерживать победу в этом поединке. Камшебек Кункабаев очень близок к тому, чтобы победить в этом поединке. Но пока об этом говорить еще рано. Идет третий раунд. Немножко убаюкал своим темпом медленный Мирзахиджон Абдулаев. Видим, насколько Камшебек имеет преимущество длинных рук. Он достает своего соперника, бьет в печень, по корпусу. Абдулаев тоже как-то действует от обороны. И видим, что пока эта стратегия не приносит плодов узбекской команде. Хотелось бы, Рустам, спросить, еще чего может Кункабаев победить в этом бою? Да. Победить в этом бою... Ну, наверное, все здесь даже непонимающие бокс видят, что данные у нашего спортсмена получше. Он повыше, побыстрее. Он показал чуть-чуть. Был легче, чем его соперник на взвешивании. Поэтому, я думаю, все за нашим боксером. Просто надо проявить характер, включить все свои умения. Я надеюсь, все будет отлично. Что хотелось сказать о узбекском боксере? Боксер, ну так, мягко говоря, неординарный. Во-первых, он левша тоже. Во-вторых, такой он. Невысокого роста, что тоже, если честно, между нами, я вам как человек скажу, доставляет какие-то неудобства в боксе. Узбекская школа бокса заключает в себе... Это такая закрытая стойка, да, они перекрытые постоянно на протяжении всего боя. Поэтому такой вот кругленький парень и высокий, ну, довольно-таки неудобный. Хотя я знаю, он такой неплохой, хороший боксер. Он, если я не ошибаюсь, он даже первый номер сборной, в принципе, странно. Он боксировал на чемпионате Азии, на азиатских играх. Я видел. Ну, наш боец ведет, чему я очень рад. Ну, Абдулаев всегда так... Да, вот видим, что Абдулаев ведет в счете. Очень пока тяжело загадывать пить наперед. Мы знаем, что это спорт, всякое может быть. Знаем, насколько, тем более, в тяжелых весах бывают сокрушительные удары и в последних раундах. Но, конечно, надеемся, что Ковшебек доведет этот поединок до победы. Видно, что ему гораздо легче действовать в этом... на ринге. Видим, насколько... Насколько он предлагает этот темп, такой немедленный темп предлагает Абдулаеву. И видно, что Мерсехи Джону тяжело действовать. Надеется Мерсехи Джон на какой-то удар. Но он тоже не достает до нашего боксера. Руки мешают. Они длинные у нашего боксера. Да, из обороны прям так взрывается Мерсехи Джон. Хотелось бы сказать, что если в этом поединке Ковшебек одержит победу, то нас ожидает четвертьфинальный поединок в конце апреля, который, возможно, пройдет где? В Шимкенте. В 20-х числах, где-то 21-23-го. Да, мы знаем, что Шимкент является фортовым местом для команды «Астана Орландс». В прошлом году дважды команда «Астана Орландс» проводила поединки в этом солнечном гостеприимном городе. И дважды... Два раза мы добились победы. Довольно-таки уверен над хорошими соперниками. Любят в Шимкенте бокс, любят боксы и в Ускаменногорске. Да, очень. Я помню, Рустам Петропавловский зазывали всех прийти на бокс в Ускаменногорск. Видим здесь аншлаг, полный зал, билетов уже не было. Я видел, как на моих глазах зрители пытались купить билет и говорили, что билетов просто нет. Невозможно попасть. Это радует, насколько в регионах любят команду «Астана Орландс». И в целом, от точки зрения, как руководства команды «Астана Орландс», хотелось бы узнать ваше мнение, насколько оправданно и чувствуете эту поддержку и любовь болельщиков в регионах? Очень чувствуется. Что хотелось бы сказать. Как неоднократно, наверное, говорил наш генеральный директор Сейрик Сапиев, в этом году мы выбрали такую стратегию в виде популяризации бокса в регионах. Вводить спорт в регионы, а именно наш бокс, нашу команду. Вы увидите, люди очень рады, как болеют. И, если честно, я хотел бы сказать большое спасибо всем болельщикам. Потому что, да, я сам, когда боксировал, поддержка очень сильно влияет, очень сильно помогает. Поэтому большое спасибо. Возможно, соперником команды «Астана Орландса» в четвертьфинале будет «Казаки» Венесуэлы. Да, вот если, 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 если другой сценарий, если, насколько я понимаю, если, давайте не будем его рассматривать, но, насколько я знаю, мы занимаем второе тогда место в том случае, и нам предстоит боксировать против команды «Куба Домодорос», которые заняли первое место в своей группе. Мы только знаем, что кубинцы имеют право провести поединок у себя дома, четвертьфинальный поединок. Хотелось бы, чтобы в этом году политика пропаганды команды «Астана Орландс» бокса, всемирная серия бокса в регионах, продолжалась и дальше. Мы знаем, что в Кенте, да, любит бокс. И надеемся, что команда «Астана Орландс» в конце апреля проведет четвертьфинальный поединок с командой «Казаки Венесуэлы» в городе Шимкен. Ну, вот в целом, хотелось бы узнать мнение Рустама. Вот такая разница веса в тяжелых весах, она допустима, да, вот, в точке зрения именно превышения, да? Да. Знаете, я бы хотел сказать, что после 90 кг такой большой ощутимой разницы веса не чувствуется. То есть, там, 10-20 кг как-то все равно они, я не знаю, сжимаются, что ли. Это все равно, что, знаете, вот если поставить боксера 52 кг и 56, там будет разница очень ощутимая почему-то. Но супертяжелых веса такого нет. Там, я не знаю, или как-то психологически заведомо заранее выходишь. Но, как-то так, знаете, вот мне нравится наблюдать за, именно за супертяжелой категорией. У меня с самого начала такие мурашки по телу и, знаете, вот, хочется тоже. Переживаете, переживаете за боксеров. И напомню, что мы наблюдаем сейчас пятый раунд заключительного поединка в супертяжелом весе, я до этого сказал, до 91 кг по привычке. Это плюс 91 кг. Камшебек Кункабаев боксирует с Мирсхиджоном Абдулаевым. Пока по итогам четырех раундов наш боксер лидирует с уверенным счетом 40-36. Надеемся, что и в пятом раунде наш боксер одержит победу и подарит Шимкенту четвертьфинальные поединки. Спасибо большое. Я тоже на это надеюсь. Что бы от себя хотел бы добавить? Всегда и везде точку ставят супертяжеловес. Поэтому сейчас самая большая ответственность все-таки на Амшебеке. Потому что мы боксируем дома. И как отбоксирует он, останется последнее впечатление. Поэтому я желаю удачи ему. Я думаю, уже сейчас начался пятый раунд. Наш боксер, я считаю, выбрал правильную стратегию. Не надо с ним драться. Он опережает его. Когда тот идет на сближение, он просто, мягко говоря, вяжет его. Хотелось бы, я думаю, что команда Астана-Орландца, она одержала победу в сегодняшнем поединке с счетом 3-2 уже. И хотелось бы... Прошу прощения. Нет, 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 3-1, 3-1. С счетом 3-1, да. И хотелось бы, что эту победу наверняка боксеры посвятят неявившему боксеру, который по выжительным семейным предприятиям вынужден был покинуть расположение команды. Ну, в целом бы, конечно, вот надо дать должное боксерам. Я уже говорил о том, что молодцы собрались, переговорили с ребятами, сказали, что надо боксировать, что ответственность еще больше. Но я бы не хотел сейчас развивать эту тему. Я думаю, потом, после всего, наш генеральный директор Серик Сапиев сам сделает объявление. Но там все болельщикам, хотел бы сказать, что очень уважительная причина, поэтому не судите строго. Рустам, хотелось бы отметить, что команда Астана-Орландца показывает себя личным коллективом, дружным коллективом, сплоченным. И это радует. Радует, что в принципиальнейшем поединке команда смогла в трудную ситуацию взять себя в руки и дать бой, и выиграть сегодняшнюю команду из Узбекистана. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok